Прогноз на июль для единиц. На экране вы видите года рождения тех людей, которые относятся к единицам с разделением по полу мужчины и женщины соответственно. Если мы говорим про прогноз для единичек, то общая тенденция месяца, июль для вас это время самовыражения. Это время, когда результат ваших действий напрямую зависит от вас. То есть работает формула, сколько вложили, то столько, вернее, получили. Что вложили, то и получили на выходе. На что здесь нужно обратить внимание? Если мы смотрим на саму суть июля для вас, то в первую очередь вы будете вкладываться в этом месяце в свое здоровье. Здоровье такое на уровне ощущений, состояний. То есть как вы себя ощущаете в окружении. Такое вот именно здоровье. Это не физического напрямую тела, а именно в состоянии своим. Это то, что рекомендуется делать. И, соответственно, результат вы будете быстро очень получать. Здесь также нужно обратить внимание, что для единичек основная такая идея этого времени связана со спешкой. То есть когда вы будете хотеть что-то ускорить в этом месяце, помните, что это приведет к прямому противоположному результату. Что в деньгах, что в состояниях ваших, что в отношениях. То есть здесь очень важно делать такие выверенные шаги, чтобы не упустить какой-то важный фактор, который в итоге вас приведет к антирезультатам. Дальше. Что еще? Если мы помним про такую общую тенденцию времени, то есть что в июле зашиты эти аварии, то помним, что вы можете их спровоцировать самостоятельно в этом месте, как бы, что называется, породить отчасти. На что, да, и здесь четко касательно здоровья, и есть такая рекомендация, что нужно остерегаться несчастных случаев. То есть вы даже не поймете в вашей единичке, вы не будете понимать, как вы причастны или как вы это создали. То есть это не прямые такие действия, а через состояние вы можете притянуть подобную ситуацию, и быть участником этих происшествий. Условно сказать, что они вас там кардинально разрушают в этом месяце нет, да, но мало приятного тоже в отношении этого, то есть быть участником, да, как таковых, то есть это будет влиять на ваше такое состояние энергетическое. Поэтому тут нужно обратить на это внимание. На самом деле время, такое месяц для вас про то, что будет завершаться и приносить наконец-то такие плоды на все ваши действия, которые начаты ранее. То есть время такой быстроты. это тоже время, которое может давать вам, я не могу сказать, что это возможности, но могут появляться какие-то предложения, где вы будете видеть быстрые деньги. То помните, что эти все быстрые деньги, сама быстрота для вас будет в большей степени про истощение. То есть так как вы вкладываетесь во времени, то вот эта быстрота из вас вытянет все силы, все ресурсы. Да, и вы можете в моменте быстро заработать, но автоматически их очень быстро слить, да, то есть эти деньги такие быстро приходящие и уходящие. Поэтому здесь нужно реально взвешивать, да, все свои решения и шаги в отношении вот этих возможностей, которые появляются касательно денег в этом месяце. Потому что как раз вот эта быстрота, она как будто бы прячет от вас важные факторы, которые вы не учтете, и они отработают. И так вот как зря потраченное время, ресурсы, и к желаемому результату, скорее всего, что вы не придете, а получите состояние истощения в большей степени. Тема отношений здесь как таковая напрямую, именно любовные отношения не проявлены в этом месяце. Но если говорить через тенденцию именно для вас, то любые отношения, которые вы будете начинать в этом месяце, это как вы там мама или папа, и у вас ребенок, да, то есть это отношения, в которые нужно будет постоянно вкладываться, развивать их, вкладывать разного рода ресурсы, и деньги, и время, и морально, и эмоционально. И тут больше именно это отношения, которые из вас тянут и влияют на ваше внутреннее такое состояние. Поэтому отношения будут такие не из разряда легких, и может быть даже отношения с этой подменой ролей, да, то есть такие, как родительские, ну, то есть ребенок-родитель. Тоже стоит об этом задуматься и обратить на этот аспект внимания. И, собственно, сами отношения, они будут развиваться при условии, если вы в них вкладываетесь. Если вы фокус внимания с тех отношений будете переключать на что-то другое, эти отношения будут страдать, затухать, ну, вплоть до того, что могут и разрушиться, не успев начаться.